ну что ж всем огромный привет я безумно рада видеть вас на своем канале и это строительство всему с 4 меня последнее время потянуло на квартиры потому что эти квартиры мне последнее время становятся необходимыми в моей династии вот эта квартира как раз таки для рейчел из династии если вы с ней знакомы это очень классно если не знакомы то это дочка одного из главных героев в общем могу объяснить если вкратце и если интересно можете перейти в плейлист по династии на канале и посмотреть может быть не все с самого начала если вам слишком впадло но хотя бы какие-то последние стримы чтобы понимать девушка которая сейчас молодая и естественно должна выпорхнуть из родительского гнезда и вот родители решили скинуться скажем тогда вложить свои деньги в недвижимость как раз таки для дочери и собственно чтобы она пошла жить не куда-то в общежитии при поступлении в университет а чтобы переехала в свою хоть и маленькую на свою квартирку студию и спокойно себя здесь комфортно чувствовала естественно эта квартира до того как она стала красивой выглядела абсолютно ужасно и так как она выглядела вы можете посмотреть на вчерашнем стриме я показывал ее не в лучшем виде а вот сегодня она уже красивая преобразилась и собственно в ней сделан красивый современный ремонт для молодой девушки который будет здесь жить собственно рейчел естественно квартирка небольшая влезла сюда не так много но я старалась уместить все самое необходимое для обычной жизни студентки по большому счету много не нужно это место где спать место где посидеть за компьютером сделать какие-то уроки курсовые и прочие вещи такая небольшая общая зона с диваном с креслом с телевизором на случай если вдруг нагрянут какие-то гости подружки чтобы было где присесть было куда посадить гостей и маленькая кухня даже без обеденного стола естественно только с барной стойкой потому что квартиры настолько крошечная что место для обеденного стола к сожалению не нашлось поэтому вот все очень компактная все очень маленькая но я думаю что для одного персонажа вполне себе достаточно к тому же эту квартиру можно будет легко трансформировать во что-то более масштабное потому что место у меня осталось я естественно когда дело планировку какие-то зоны остались пустующими правда они остались совсем небольшими но все-таки есть там уголочек где осталось не задействованное пространство поэтому по этой квартиры можно придумать множество разнообразных планировок и на канале уже куча видосов с этой конкретной квартиры где каждый раз пытаюсь придумывать что-то новое и вот это еще один новый вариант который получилось придумать чему я конечно же безусловно рада я безумно обожаю эту квартиру за то что она квадратной формы и с ней реально можно придумать много всего интересного каждый раз фантазия начинает играть и ты каждый раз и защиряешься хотя казалось бы это уже невозможно ничего нового придумать но нет каждый раз появляются какие-то мысли и идеи касательно этой квартиры поэтому еще один вариант скажем так да может быть уже 10 или какой он там я не знаю но все-таки я обожаю квартиры и готовы перестраивать их реально нон-стопом периодически на меня находит вдохновение строить такое поэтому возможно возможно впереди нас ждет немножечко марафон квартир потому что чё-то меня потянуло мне хочется у меня в династии растут подростки которых нужно куда-то расселить а все эти квартиры которые у меня есть как бы я их уже поиспользовала по юзала и это не очень интересно хочется чего-то нового чего-то свежего и вот придется немножечко менять интерьеры обновлять немножечко квартирный фонд в sims 4 поэтому готовьтесь к марафону реально квартир наверное не знаю посмотрим как будет вдохновение как бы желание но собственно сделать это надо и посмотрим насколько у меня получится в короткие сроки там хотя бы пару квартир еще перестроить и обновить для новых персонажей по стоимости квартиры вышла на 41 тысячу 80 миллионов это в целом довольно нормальный ценник но учитывайте что мы эту квартиру к сожалению не покупаем а просто снимаем у нас есть по сути человек который нам эту квартиру сдает мне эта система вот в sims не очень нравится потому что я бы хотела чтобы эта квартира была в собственности как раз таки у персонажа у рэйчел но к сожалению так нельзя поэтому просто будем по сути снимать квартиру хотя по сюжету конечно будет немного иначе но в любом случае как есть так есть по стоимостью 41000 вам ее все но не платить вам придется платить за нее 600 миллионов в неделю кажется или когда там приходят счета раз в сколько-то 7 дней в любом случае это неплохой вариант для съемок по деньгам выходит довольно хорошо поэтому одиноким персонажем с небольшим бюджетом эта квартира как раз таки очень хорошо подойдет еще касательно самой квартиры и касательно ее сохранения естественно квартиры сохраняются в sims просто каким-то ужасным образом а еще если я в квартирах использую платформы то вообще ужас полнейший потому что платформа всегда сохраняется отдельной комнатой что меня очень бесит я бы хотела чтобы sims не считал платформу за новую комнату как был можно было бы сделать чтобы это все одно единое пространство но к сожалению пришлось сохранять квартиру двумя частями поэтому не пугайтесь никакого конструктора там нет то есть первая часть это кухня ванная и гостиная большая часть довольно а вот уголочек со спальней который находится на платформе а он сохранен отдельно для того чтобы собственно не опускать платформу потому что если я опускаю платформу то все предметы слетают которые я там так кропотливо расставляла весь декор все книги все 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 полки все что там стоит кроме кровати и шкафа все это просто напрочь пропадает удаляется и естественно если допустим даже я опущу платформу вернув все это обратно а вы уже при установке квартиры начнете повышать платформу то у вас еще раз это все слетит и вам придется составлять композицию самим самостоятельно и дабы этого избежать я решила проще сохранить квартиру двумя комнатами нежели сидеть и заниматься ерундой так что не пугайтесь в библиотеке когда будете искать ищите собственно квартира студия 1 и квартира студия 2 их даже пронумеровала чтобы вы не потерялись и не запутались касательно квартир что хочется сказать хотелось выполнить ее яркой сочной такой современной для молодой девушки с творческим уклоном с творческим характером с творческими направленностями естественно я старалась чтобы квартира выглядела ярко светло уютно по девичьи что ли хотя предыдущая квартира в evergreen harbor было тоже для девушки но там более монотонный интерьер коричневые серые бежевые оттенки то здесь хотелось яркости хотелось желтого голубого какого-то ярко в зеленом общем решила поиграться мне этот вариант очень понравился надеюсь что рэчел будет чувствовать себя здесь комфортно по крайней мере от квартиры ей под стать подбирала под ее характер если вам не нравится цветовые решения вы можете всегда их поменять под себя что-то изменить потому что все объекты в любом случае можно перекрасить ничего не передвигая не переставляя поэтому собственно экспериментируйте пытайтесь находить свой вариант хотя изначально эта квартира если честно была в более темных оттенках когда я ее только продумывала и делала в ней планировку и расставляла примерно мебель как что должно состоять эта квартира была в очень темных оттенках была темно коричневая кухня были какие-то темные диваны а потом я поняла что все вместе композиционно это смотрится очень темно и действительно немного не по девичью все-таки больше на мужскую квартиру тянет поэтому так кстати вы в комментариях меня периодически просите строить что-то для мужчин а не только для девушек так что напишите в комментариях хотите ли вы в ближайшее время квартиру для мужчины потому что если да я собственно прислушаюсь и в ближайшее время на канал выйдет я думаю квартира для мужчины потому что я действительно давно ничего подобного не строил и хочется не только для девушек хочется переключиться и построить что-то такое более строгое может быть более темными оттенками или с чем-то интересным в общем напишите в комментариях буду руководствоваться вашим мнением так что жду собственно от вас ровным счетом будет зависеть выйдет ли такая квартира на канал в принципе про квартиру сказала все и так как она действительно маленькая останавливаться на каких-то деталях не хочется вы все сможете абсолютно все каждый уголок разглядеть на своих экранах а я бы хотела наверное сейчас поговорить о анонсированном дополнение конная раньше трейлер на которые разработчики показали 22 июня и собственно я этот трейлер благополучно посмотрела осталось в целом с приятными ощущениями от просмотра хотя честно я до конца не верила всем вот этим слухом с левом потому что чаще всего люди пытаются найти какие-то зацепки и промахиваются в поиске этих зацепок про этих лошадей просто было столько разговоров в свое время и они не выходили не выходили не выходили а тут вдруг бац и вышли но принципе ладно я прекрасно понимала что разработчики самые жирные классные запрашиваемые дополнения темы вот все вот по типу лошадей как раз таки оставляют на закат поддержки 4 части sims и это в целом довольно очевидно было логично это было понятно изначально потому что какие-то выходили дополнения которые люди абсолютно не просили они всю жизнь по моему просили лошадей как раз таки машины там и я не знаю ну что то еще просили да довольно много было запросов но вот лошади наконец-то дождались и дополнение будет называться конная раньше естественно придет новый город как кстати о новом городе который меня пока что не впечатлил потому что у нас нет ни карты у нас нет хотя бы понимания а примерного как он будет выглядеть именно в центральной части какие районы будет но предположительно у города будет три района насколько я поняла из описания которые разработчики выложили на свой официальный ресурс но пока сложно конечно оценивать но город очень напоминает стрэнджер виль своими вот этими я даже не знаю как это назвать такие особенные горы знаете такие такие песчаники что ли такого коричнево красного цвета как в стрэнджер вилле и мне кажется что как будто бы стрэнджер виль и вот этот новый город который называется честно 3 очень сложно выговариваемое название я думаю они примерно будут располагаться где-то рядом друг с другом то есть это тоже что-то такое пустынное в духе дикого запада то что присущие америке и это в целом довольно очевидно я сразу понимала если это лошади то это наверное намек на дикий запад хотя изначально если думать и размышлять о лошадях мне бы хотелось видеть в данном дополнение чего-то более современного какой-то современный конный спорт потому что конный спорт это изначально удовольствие не из дешевых и я думаю те кто занимается конным спортом они прекрасно понимают какие-то средства и видеть лошадей в таком довольно оля деревенском городке при том что ну как бы на это надо кучу денег да на содержание лошади на все эти бесконечные тренировки на все эти карма и уход за лошадью это очень сложно это очень дорого и мне бы хотелось видеть более какие-то дорогие наверное тренировочные площадки более роскошный город возможно ну что такое если представляла более современная роскошная дорогое но мы получили очередной дикий запад хотя для меня диким западом был именно stranger виль всегда я себе как-то так оценивала его именно как дикий запад но вот получили что-то еще очень похоже посмотрим как она будет на деле сейчас пока ничего говорить не буду потому что про сан цикво я вначале тоже знаете плевалась сидела а потом вроде бы ничего присмотрелась притерлась к нему и в целом неплохо так смотрится особенно если застроить все это дело красотой то вообще классно пишите свое мнение по поводу города зацепил он вас или вы разочарованы возможно вы ждали чего-то другого пишите свои ожидания в комментариях будем собственно обсуждать все это дело вместе еще что хочется рассказать про дополнение если вдруг не очень в теме то как раз вам будет полезно послушать естественно в трейлере показали непосредственно самих виновников торжества лошадей милейшие прекрасные помимо лошадей мы еще получим карликовых овечек и козочек которых судя по всему овечек можно будет стричь а козочек доить но я не уверена и так было написано в ресурсе но я не уверена что конкретно наших козочек можно будет встречи доить потому что они карликовые и вообще похожи на маленькую козочку и на маленькую овечку то есть на детеныша козочки и овечки и детенышей же не стригут и не дают правильно в основном это в крупные животные но не знаю как получится но вроде как можно будет их стричь чтобы заработать денег и дать чтобы также заработать 7 миллиона то есть это все можно будет ресурс продавать также как у нас с лошадьми и с ламами из дополнения загородной жизни ламу можно постричь на шерсть из шерсти можно сделать пряжу либо эту шерсть продать из коровы можно подоить молоко и точно так же ты можешь его как выпить или использовать в приготовлении блюда либо же продать также получить земля на лошадь что меня очень обрадовала она будет полноценным членом семейка кошки и собаки в данном случае то есть если мы берем корову и ламу то они просто животные которые сами по себе отдельно как курицы также то есть они не появляются на панели семьи они не занимают отдельную ячейку то лошадь будет полноценным членом семьи со своим особенным характером со своими навыками которые нужно будет развивать в ходе тренировок с этой лошадью и в целом она будет как отдельный член семьи полностью самостоятельный который может взаимодействовать как со своими сородичами то есть своими лошадьми в загоне допустим если у вас много лошадей точно так же как и с персонажами из семьи она сможет взаимодействовать целом пока по описанию и потому что я увидела дополнение получается довольно масштабным единственное пугает как бы все вот это немножечко не подпортила огромное количество багов на такое большое крупное дополнение потому что все таки чаще всего случается что когда что-то масштабное выходит разработчики тестируют это на базовой игре и потом при получается наложение нового дополнения на все уже имеющиеся у людей начинаются баги и прочая ерунда поэтому я надеюсь что так сильно ничего там не случится страшного может быть по мелочи конечно что-то вылезет но я надеюсь по крайней мере на то что лошади будут нормально взаимодействовать с персонажами так же как я уже сказала город предположительно будет состоять из трех районов я думаю что один центральной часть там где будет тренировочная площадка конный центр так называемый со всякими вот этими преградами для лошадей чтобы учить их прыгать там что-то обходить также будет еще один тихий район исключительно с домами в виде ранчо там где можно будет построить какие-то свои домики под жилье своим персонажем и мне почему-то кажется что будет очень много больших именно по размеру участков потому что оконная раньше это не маленький участок чтобы разместить хлев для лошади это нужно место естественно и судя по тому что показано в трейлере этот хлев будет просто огромным придет очень много детальных вот этих маленьких объектов вплоть до валяющегося сена каких-то граблей чтобы это сено собирать ну в общем понятно что это декор но в любом случае декор довольно красивый и подходящий естественно по тематику в общем я думаю что участки должны быть не маленькими может быть не все но хотя бы несколько крупных участков должно быть и вот третий район у меня пока остается под вопросом что можно запихнуть туда пока непонятно еще из нововведения это можно будет делать вино ура как в sims 3 у нас будет аппарат для виноделия где мы можем ногами мять виноград или что что в данном случае будет использоваться для приготовления вина возможно не только виноград а ягоды и прочее до сегодняшнего момента мы обходились с оковарным аппаратом из дополнения экологичную жизнь и в целом он неплохо заменял аппарат для изготовления вина то он производит шипучки но можно сделать вид что это тоже своеобразное вино и знаете я поняла что мне вот этого аппарата для изготовления вина не хватало в игровом наборе свадебной истории потому что это тортоза это что-то похожее на италию испанию где в принципе вина но это довольно большой бизнес на винах строится и мне кажется логичнее было бы запихать этот аппарат именно в тортозу туда бы очень хорошо вписалась к тому же я строила винодельную такую своеобразную семейную и вот там не очень этого не хватало еще что касательно лошадей буквально напоследок свою лошадь можно будет создать в касс либо же спасти из каких-то видимо плохих условий не знаю как это будет выглядеть что-то мне подсказывает что просто через компьютер потому что как иначе можно быть спасти может быть она будет гулять в дикой природе и будет действия подружиться и спасти типа как с кроликами только с кроликами в хэнфорд он бэгли мы можем просто подружиться спасти к сожалению мы их не можем а вот зря упустили они этот момент я больше хотела домашнего кролика но нельзя а вот возможно с лошадьми будет такая механика что ты подружишься с лошадью завоюешь ее доверие и в конечном итоге сможешь ее тем самым спасти забрать к себе в лучшие условия из диких условий не знаю может быть так это пока только предположение также лошадь можно будет купить через телефон или компьютер и еще естественно разводить то есть ваши лошади если у вас будет и девочка и мальчик вы сможете попросить лошадь произвести потомство его родиться маленький жеребенок которого вы сможете кормить из бутылочки насколько я поняла это очень мило посмотрим в общем пока что какие-то очень грандиозные планы и трейлер очень грандиозный и вроде бы ничего такого особенного показано не было но в целом все выглядит довольно хорошо пишите в комментариях рады ли вы лошадям что вы думаете насчет этого дополнения как вам ощущение о трейлеры и насколько сильно вы ждете это дополнение напишите в каком стиле вы видите этот город все-таки предполагаю там будет много участков может быть двенадцать как минимум также как в сансы кой меньше я наверное не жду поэтому пишите какой стиль для этого городка можно выбрать я пока буду просто пытаться искать картинки в схожем стиле для того чтобы уже потом воплотить все свои идеи задумки в жизни в общем вот так наверное на этом я могу смело заканчивать потому что про дополнение немножечко все-таки поговорили с появлением какой-то новой информации особенности и деталей возможно еще пару раз затронем эту тему до выхода еще есть целый месяц еще сольют карту сто процентов я это тоже по обсуждаем мимо не пройду спасибо вам огромное за просмотр прежде чем уйти и закрыть данное видео не забывай подписаться на канал и нажать на колокольчик для того чтобы не пропускать новых интересных роликов также не забывай опускаться в описании чекать все ссылки на социальные сети а еще если тебе не сложно ты можешь поделиться этим роликом со своими друзьями для того чтобы новые зрители узнавали о канале но на этом у меня на сегодня все я еще раз всех благодарю за просмотр всем до скорых встреч и всем пока пока увидимся с вами в новых роликах и на новых стримах субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok